Простите, вас не затруднит пойти куда-нибудь ещё? Я чем-то мешаю? Вы мешаете проведению расследования. Место преступления нужно сохранять в первоначальном виде. Ясно. Я могу чем-то помочь? Нет. Подозреваемый наверняка взрослый. Вы взрослый. Таким образом, вы тоже под подозрением. А ты очень умный, да? Просто применяй логику. А расскажешь мне, что тут произошло? Вы не заметили кровь тут на земле? Классический признак места преступления. Классический. Да ну, подрались, наверное, просто. Вы имеете в виду, что двое людей вступили в противоправное физическое противостояние? Похоже на то, да. Чепуха! Мне нужно собрать улики и вычислить мотив. Потом у меня могут возникнуть вопросы и к вам. Так что не уходите далеко. Позвольте узнать ваше имя. Зови меня Джакс. Понятно. Подозреваемый номер три. Джакс. Мне пора. До свидания. Я уже был здесь, когда Голиэт еще только строили. Хорошие были времена, скажу я тебе. Так что прояви уважение, а то за тебя возьмется моя Данья, и поверь, тебе это не понравится. А ты, значит, Бакстер, герцог Атериса? Собственной персоной. Так. И какого же черта ты забыл в моем городе? Говорят, ты когда-то правил фортом в Таваре. Это правда? Ну да. Сто лет назад. И скажу сразу. Второй раз меня с трона не скинуть. Если ты сюда явился воду мутить, ты не по адресу, приятель. Так почему ты здесь, а не у себя на троне? Хочешь знать, почему я не в тронном зале в центре города? Всякой сраной рутиной Гектор занимается. Он моя правая рука. И пока он этим занят, я торчу тут и смотрю за тем, что по-настоящему важно. Это зачем же? Слежу, чтобы уроды вроде тебя не устроили переворот или что-то подобное. Ты посадил на трон марионетку, чтобы спрятаться и уйти в тень? А ну завали свое тупое хлебало. Понятия не имею, какого хера ты сюда приперся. Но я знаю, как ты работаешь, Джакс. Ты же не в первый раз ставишь целый город на уши. И чем тогда все кончилось? Тем, что правителя вышибли, да? Я никому не желал зла. Хо-хо-хо-хо, да твою ж мать! Думаешь, мне нужны твои сраные извинения и пустые слова? Позорище! Я никакого отношения не имел к тому, что берсерки захватили форт. Знаешь Логана, бывшего герцога Тавара? Его эданские воины из родной цитадере вышибли. Рад слышать. Спасибо за новость. Но не жди, что я тебе начну доверять, как по волшебству. Ты никогда не будешь в чьих-то рядах. Ты работаешь только на себя. И всегда для всех останешься чужаком. Ты ничего обо мне не знаешь. Хм, возможно. Я могу и ошибаться. Но живу на свете достаточно долго и мудаков узнаю за милю. Ты, сука, опасный. Я глаз с тебя не спущу. Тебе нужно пополнение? Ни хера мне не нужно. Гектор этим занимается. Он моя правая рука. Если хочешь дать бабла или у тебя есть новости снаружи, вот это ко мне. А со всей остальной хернёй иди куда подальше. Насколько я вижу, Атерис — единственное место, куда космические захватчики ещё не добрались. Ты про эти тёмные херовины, которые с неба свалились? С дряню всякой пакостной внутри? Этих уродов мы поубивали до жопы. Но они лезут и лезут. Конца края им нет. По крайней мере, в кратере нет ни одной их башни. Пока нет. Но не знаю, надолго ли. Каждый раз, когда где-то говно прорвётся, оно обязательно прямо к нам в кратер течёт. И тонем в нём мы всегда первые. Эй, ты! Чего тебе? Я тебя знаю. Да ну. Ага, ты Джакс, этот... Говнюк с севера. Это ж ты нас всех хотел запихать в преобразователи. Это было давно. Но ты прав. Я Джакс. И что дальше? Я слыхал, ты вроде ничего так, нормальный парень. Ты правда такое слышал? Ну, глядя на тебя, в такой хрен поверишь. Люди чего только не болтают. Типа про твои подвиги и всё такое. Интересно, они хоть видели, какой ты мозгляк? Давай ближе к делу. Чего ты от меня хочешь? Вот тебе пара осколков. Это то, чего ты добивался, верно? Я похож на человека, который взятки берёт. У меня нет на это времени. Извиняй, придётся смириться. Отвали. Да, я думаю, что рожу я тебе расквашу бесплатно. Просто, чтобы посмотреть, чего ты стоишь. Это тебе просто повезло. Я бы сказал, на будущее тебе стоит осторожнее выбирать, с кем связываться. Не думал, что такой мозгляк и так дерётся. В кратере таким, как ты, места нет. Сваляй отсюда, всем только лучше будет. Тебе что, доплачивают за то, что ты задираешь всех, кто тебе не нравится? Неважно, за что мне доплачивают. Мои дела в кратере тебя не касаются. Думаю, мне пора ещё раз побеседовать с твоим боссом. Делай, что хочешь. Только на глаза мне больше не попадайся. Это ты в ответе за такое гостеприимство? Понятия не имею, о чём ты там мямлишь. Про твоего амбала, который командовать надумал. И чё? Чморил он такой, чужаков не любит. Тем более вонючий мусор вроде тебя. Раздался голос из помойки. В твоём случае вообще буквально. Ну, кто где может, тот там и живёт. Это да. Чморила исполнял твои приказы, так? Слушай, я же ответственность несу. Я же не просто так. Не могу допустить, чтобы всякие борзые мудаки без надзора шлялись. Должен точно знать, что из себя каждый борзой мудак представляет. Ясно. И что? Узнал, что хотел? Оценил и взвесил. Ожидал чего-то большего, если честно. Я тебе по-прежнему ни хера не доверяю. Скользкий ты, ублюдок. И говна от тебя не оберёшься, если за тобой не приглядывать. И раз уж ты смекнул, что я чморилу послал тебе жопу надрать, мне придётся ему новую задачу дать. Приклеится к твоей жопе чморила, как пластырь. Считай, теперь это нянька твоя. Официально. Будет присматривать, чего ты творишь и зачем. Кончай ныть из-за дела. Я хочу, чтобы ты ему в спину дышал, каждую секунду, каждого дня. За мудаками типа тебя нужен глаз на глаз. Постоянно. Вы иначе борзеете. А я неожиданности не люблю. Прям-таки ненавижу. Так что чморила, будет мне всё докладывать. О каждом твоём чихе буду знать. Сядешь посрать, и мне тут же донесут где и сколько. Усёк? Бывают вещи и похуже. Ты даже не думай. Чморила у меня лучший. Так что считай, что тебе повезло. Вляпаешься в говно, так чморила тебя за шкирку вытащит. Засранец ты неблагодарный. И обойдётся тебе эта защита так дёшево, что считай вообще бесплатно. Так что заткнись и проваливай. У меня своего говна хватает. И это всё? В смысле? Я уже довольно давно за тобой наблюдаю. Это всё, чем ты целыми днями занимаешься? Или хоть иногда бывает что-то поинтереснее? Ты соскучился по риску? Каких развлечений тебе хочется? Башку тебе оторвать было бы неплохо. А кроме этого? Ну, могли бы хоть бабла поднять, что ли. Сидя на жопе, никуда не уедешь. Я тебе не жёлтая корова. Я тебе вот что скажу. Если будем шариться по развалинам или обчищать рогопсов, не разбогатеем. Жёлтая корова? Чё? А, ну да. Это у нас типа шутка такая была кое с кем. Проехали. Ты чё делаешь? Так и будешь мусор подбирать? Или пойдёшь и серьёзной работой займёшься? Ты прекрасно знаешь, что я занят не только этим. Может, оно и так, но мне это всё не нравится. Есть предложение получше? Само собой. Герцог меня в своё время за эликситом посылал. Это я хорошо умею. Но у тебя сейчас другое задание. Это ж не значит, что нельзя походу баблишко поднять. Раз уж мне приходится тебя охранять, может, и ты для меня что-то сделаешь? Что ты задумал? Знаешь этих странствующих торговцев? Один из них на краю кратера останавливается. С этим типом постоянно пара охранников. Я точно знаю, скоро он опять приедет. Будет жратву продавать. И откуда тебе это известно? Птичка насвистела, и всё тут. Ладно. Итак, некий торговец направляется к краю кратера с товарами. И где в этом наша прибыль? Так у него же есть эликсит. Погоди. То есть ты предлагаешь избить и ограбить торговца, который везёт товары в кратер на продажу? Назовём это халтуркой на стороне. По-моему, это называется ракетом. Герцог тебе дал такое поручение. Я правильно понимаю, что этот торговец задолжал герцогу, а ты должен заставить его раскошелиться. Так? Ну да. И что с того? Тогда тебе следовало сказать мне об этом прямо, а не молоть чушь про халтурку на стороне. Короче, когда будешь готов, скажи и пойдём. Кажись, они нас уже засекли. Значит так, эти парни уже знают, чего нам надо. Они знают меня и знают, что я хожу под герцогом. Как только близко подойдём, они тут же учуют неладное. Да, кто бы сомневался. Короче, теперь ты всё знаешь. Придурки тупые! Сколько Алексита тебе полагалось выбить из этого бродячего торговца? Да не в сумме дело. Этот тип обманывал герцога. Ему надо было преподать урок. Что ж, задача выполнена. Он мёртв. Вот и хорошо. Одной проблемы меньше. Я, кажется, наконец понял, что ты делаешь для герцога. Тебе виднее. Я просто хочу быть уверенным, что ты меня во сне не прирежешь. Не, для тебя я чё-нибудь особое придумаю, когда время придёт. Какое ещё время? Это герцогу решать. Да ты просто ангел. Брось, ничего личного. Ну, конечно. Ладно, и чего дальше от нас хочет герцог? Ты об этом узнаешь, как только узнаю я. А пока иди и занимайся, чем ты там должен заниматься. Ты в жизни не догадался бы, но... Бестия когда-то была изгоем. Но... В это несложно поверить. Порекомендуешь, кого вербовать? Хм... Полагаю, мне надо ещё поразмыслить. Слушай, чем больше у нас рекрутов, тем лучше. Изгой Чмарила. Считай, что он мой... Сопровождающий. А-а-а. Теперь это так называется. Порекомендуешь, кого вербовать? Посмотрим. Понятно. Всё равно спасибо. Научи меня чему-нибудь. Попытаюсь. Почему ты сам этим не займёшься? Я тебе там не нужен. Герцогу ведь главное, чтобы дело было сделано, так? Ты чё, высовываться не хочешь, да? Нет уж, будь пайнкой и пошли со мной. Разборки разборками, а за тобой всё равно следить надо. Ну, приятель, теперь моя очередь. Ты получил от герцога задание? Ага, и ты пойдёшь со мной. А если я откажусь? Тогда дельца будет ждать, пока мы с ним не разберёмся. В смысле, пока герцог тебе яйца не отрежет за то, что ты шатался без дела? Я бы на твоём месте не радовался. Первым у него в списке всё равно будешь ты. Так, а чего от нас герцог хочет? Есть один, как это сказать, клирик по имени Геральт. Он типа дружит с изгоями. Мы у него иногда оружие покупаем. Продажный клирик? Герцогу нужно энергетическое оружие? Не, чувак сидит на горе обычного оружия, которое у них там в замке скопилось. Клирики вербуют бойцов, пересаживают их на энергооружие, а простые пушки остаются. И что-то клирики сами собирают, когда куда-то ездят. Зачем герцог посылает на такое дело своего амбала? Это важно? Я так понимаю, это не визит вежливости. В общем, нет. Ладно, дай знать, когда будешь готов, и погнали. Клирики могут забыть о своих взбесившихся роботах. Меньшего я и не ожидал. Но это еще не все. Роботы сошли с ума не просто так. За этим что-то стоит. И это все – часть чего-то крупного. Так что мне придется разбираться и с этим. Насколько я могу судить, ты отлично справляешься. Сообщай мне все новости. Я собрал все данные по фрагментам ДНК, как ты просил. Отлично. Сейчас посмотрю. Очень любопытно. У Темного Эликса много общего с нашим. Тому, кто его потребляет, он придает силу и стойкость. Если тот не превратится в Скеанида, конечно. Я только сейчас начинаю понимать, как же ты стар на самом деле. Я знаю, ты прожил несколько веков благодаря Эликсу. Но как именно? Просто надо есть его побольше или что? Ну, я, конечно, прожил уйму лет. Но это не значит, что у меня есть ответ на твой вопрос. Без Эликса меня бы давно не стало это, да. Но я по-прежнему много чего не понимаю. Массу всего еще нужно исследовать. Скеанды могут оказаться ключом к тайнам Эликса. Очевидно, они давным-давно решили проблему бессмертия. Об этом говорит структура их клеток и ДНК в сравнении с нашими. Хочешь сказать, Скеанды практически и бессмертны? То есть, что их можно убить, но они не умирают от старости и болезней? Уж не они ли создали темный и голубой Эликс? Не рискну утверждать пока что. Разновидности Эликса могут быть чисто природным явлением. Да ладно. Наверняка есть что-то еще. Если ты хочешь от меня других ответов, для этого надо больше узнать о Скеандах и их созданиях. Я близок к цели, но мне нужно время, чтобы довести исследование до конца. И мы должны быть уверены, что Скеанды не уничтожат нас раньше. Пора отправляться на базу Скеандов рядом с Гомарой. Отлично. Это будет интересным опытом для нас обоих. Объект, на который я хочу взглянуть, находится недалеко отсюда, чуть ближе к Формеру. Я перешлю координаты на твой Адьютор, как обычно. Вряд ли у нас получится прогуляться по Гомаре так, чтобы твари на нас не напали. Так что следует проявлять осторожность. Но не ошибочен, да? Ладно, вернемся к теме. Значит, Скеанды присоединяются к своим устройствам. По-прежнему ничего сногсшибательного. Мне это напоминает Докинза с гибридом. Но возникает вопрос. Насколько хорошо Скеанды контролируют себя и свои машины? Или это как было у Докинза? Сливаешься с машиной и теряешь часть себя? Предложение. Дальнейшее сканирование поможет определить ответ на этот вопрос. О следующем местоположении будет сообщено как можно скорее. Отлично, так и сделай. Крыса подозревает, что Эйнер шпион. И, судя по всему, так и есть. А я ему только что помог ноги унести. Вот дерьмо! Как ты думаешь, куда он мог податься? Понятия не имею. Он тут много лет живет, но, по-моему, у него и друзей-то нет. Может, пороешься в его барахлишке? Он тут живет, за углом. Эй, ты извини, что я тебя заподозрил. Как ты к нему относишься? Ну, он у нас главный, да? С чего ты меня об этом спрашиваешь? Выведать, что ты хочешь? Я просто подумал, что мы могли бы немного поболтать. О чем? Да хоть бы и о тебе. Нравится тебе тут? В смысле? Это к чему все вообще? Во имя Рааф? Дьявол! Какого хрена тебе от меня надо? Ты не ответил на мой вопрос. Я... Ну... А ну, стой! Объясни, почему Эйнар от тебя убегает? Что ты с ним сделал? Я не преступник. Да ну! А почему тогда наш наставник зовет на помощь и от тебя бегает? Я работаю на крысу. Пришел задать Эйнару пару вопросов. Он ударился в бега, ясно? Кто угодно такое может сказать. Я тебя толком не знаю. Я могу доложить крысе, что ты с Эйнаром заодно. Хочешь? Что? Нет. Твою ж мать! Ладно! Но если узнаю, что ты меня обманул, пожалеешь. Что тебе известно об Эйнаре? Ха... Немного. Он городскую стражу обучает. Что тут происходит? Крыса подозревает, что Эйнар шпион. И, судя по всему, так и есть. А я ему только что помог ноги унести. Вот дерьмо! Как ты думаешь, куда он мог податься? Понятия не имею. Он тут много лет живет, но, по-моему, у него и друзей-то нет. Может, пороешься в его барахлишке? Он тут живет, за углом. Эй, ты извини, что я тебя заподозрил. Что, стража теперь пускает кого попало? Не могу сказать, что я в восторге, но придется с этим смириться. Что мне сделать, чтобы ты от меня отвязался? Полки сами себя товарами не заставят. Что тут хранится? Ничего, что могло бы тебя заинтересовать. Здесь не магазин, и я не любитель пустой болтовни. А что так неприветливо? Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, так что не лезь не в свое дело. Чтобы тебе было понятно, у меня есть один главный приоритет. Порядок и организованность складских пространств. Но последние события привносят некоторый хаос. Так что я был бы благодарен, если бы ты не мешал мне работать. В чем конкретно тут проблема? Хм, уровень безопасности резко упал. Ты про пришельцев? Я про воров. Какой-то язычник украл мое кольцо. Взял и украл. Представляешь, что это означает? Столько нервов из-за простого кольца? Не-не-не-не-не-не-не. Дело не в кольце. Сперва обворовали меня, а дальше на очереди что? Мой склад? Налаженная линия снабжения? Забыли. Спецпоек? Забыли. Если, не дай бог, инвентарь не совпадет со списками на бумаге, на этом месте можно ставить крест. И какая реакция на это? Менее жесткие правила для доступа кому попало. Браво! Тебе нужна помощь? Да еще как! Я, правда, не уверен, что мы сможем договориться. В чем дело? Я могу тебе доверять. Я посвящу тебя в свои планы, но об этом не должна знать ни одна душа. Обещаешь держать все в секрете? Как-то подозрительно. Твои сомнения вполне понятны. Но и ты постарайся понять. То, что ты узнаешь, тема весьма деликатная. Мне нужны гарантии. Мне нужен залог. В качестве залога меня вполне устроит небольшое количество осколков. Я их, конечно же, тебе потом верну. А мне-то какая от этого выгода? Помнишь, я сказал, что ничего не выдаю со склада. Так вот, если ты мне поможешь, я чуть-чуть подправлю отчетность. Так же сможешь покупать вещи прямо со склада. Это редкое привилегие. Так что решайся. Такой ярый поборник закона и порядка, как ты, должен уметь чему-то научить новичка, так? Конечно, не вопрос. Но зачем мне терять время с таким жалким недоумком, как ты? Не волнуйся. Я быстро учусь. Да неужели? Нет, я не буду тебя ничему учить, пока ты не докажешь, что у тебя хватает мозгов на учебу. Поэтому я задам тебе вопрос. Слушай внимательно. Если полтора ящера жирают полтора трупа попрошайки за полтора дня, то сколько трупов попрошаек сожрет ящер за день? Полтора ящера? Так не бывает. Какая разница? Это задача по арифметике, а не по биологии. Где твоя логика? Согласно этим условиям, один ящер съедает один труп попрошайки за полтора дня. Следовательно, если на основе этих данных вычислить, сколько он съест за день, получится две трети. Это же просто. А, ну если с этим мы разобрались, надеюсь, теперь ты меня чему-нибудь научишь. Учитывая твою полную неспособность даже к элементарным вычислениям, пожалуй, стоит дать тебе урок другой. Поработаю сверхурочно, чтобы догнать упущенное время. Скажи, когда будешь готов заниматься. Я хочу у тебя учиться. Чему мне тебя научить? Вот тебе осколки в качестве залога. Можешь мне довериться. Отлично! У меня они будут в сохранности. На решение проблемы воровства уйдет какое-то время. Дай знать, когда у тебя будет возможность помочь. Я правильно понимаю, что ты хочешь поймать вора? Нет. Я хочу, чтобы кражи продолжались. Только дальше вором был бы ты. Что, прости? Придется объяснить поподробнее. Какое развитие событий наиболее вероятно, что скоро вещи снова начнут пропадать. Тут не надо быть экспертом. Но поскольку мы не знаем, когда это случится, то сами выберем нужный момент. И чего ты этим хочешь добиться? Если и другие жители верхнего района станут жертвами краж, скоро всем станет ясно, что правила доступа надо пересматривать. Тогда крыса не сможет отклонить запрос на усиление мер безопасности. Чем скорее это произойдет, тем труднее придется настоящим ворам. Хочу стать берсерком. Очень разумно. Если таково твое желание, тебе придется принести клятву. Но поскольку мы не в Голиите, слова клятвы устанавливаю я, так, чтобы они служили нашим целям. А теперь повторяй за мной. Торжественно клянусь. Торжественно клянусь. Исполнять обязанности земледельца. Исполнять обязанности земледельца. Защищать саженцы, следить за тем, как они растут, и лично нести ответственность, если с ними что-то случится. Защищать саженцы, следить за тем, как они растут, и... Эм... Что-то там про ответственность. Ладно, сойдет. Перейдем теперь к тому, что действительно важно. Клянешься ли ты быть преданным владыке этого поселения? Ну, вроде того. Просто скажи «да», а то мы никогда это не закончим. Да. Будешь ли ты исполнять его приказы, не задавая вопросов? Да. Тогда я торжественно объявляю тебя берсерком. Прими и носи эту броню в знак преданности. А тебе идет. Ну, хорошо, мы почти закончили. Добро пожаловать в наши ряды, собрат. Пусть мана озаряет твой путь красным сиянием и... Бла-бла-бла. Все. Закончили. Отлично. Вопросы есть? Где можно получить новое снаряжение? Ты же вроде уже что-то получил. Но я понимаю. Нужны поножи и шлем для полного комплекта. Однако, имей в виду, бесплатно мы тут ничего не раздаем. А то там и по миру пойти недолго. Оружейник есть в верхнем районе. Он продает свои товары только берсеркам. Сходи к нему. Все, что тебе по рангу положено, он покажет. Тебе лучше спросить Халлу. Чем скорее, тем лучше. Почему? Эй, я что, похож на хмыря, которая обучает магии всяким там фокусом-покусом? Она расположилась в караулке. Ты ее легко найдешь. И что дальше? Ты теперь земледелец. Вот и выполняй обязанности земледельца. Ты уже помог Хламеру сделать так, чтобы наши железные рудники снова заработали. Но я не сомневаюсь, что поручения для свежеиспеченного земледельца найдутся и у Торгельд, и у Тилоса. Поговори с ними. И уйди уже, наконец. У меня дел по горло. Так. Тебе нужно целебное зелье? Или бальзам? Я дам тебе два бальзама. Куда же я их засунул? Последний бальзам был... Нет, погоди минутку. Постой. Я сейчас вернусь. Чего тебе надо? Ты что, не видишь? Я занят. Ты собирался дать мне какой-то бальзам или вроде того? Да неужели? Как неуместно с моей стороны вести себя так самоуверенно. Бальзамы требуют подготовки, размышления. Погоди. Правда, что тебе нужно? Ты знаешь, я не могу взять тебя на работу. У меня уже есть помощник. И я не буду тебя обучать. Этой чести может удостоиться только мой подмастерье. Не вижу никакого подмастерья. Ну, его нет. Последний от меня сбежал. Он был жутко бестолковый. Так значит, место свободно? Ни в коем случае. Ты нашел другого? Я этого не говорил. Так есть у тебя подмастерье или нет? И то, и другое. Парадоксально, но факт. Прости, мне нужно идти. Надеюсь, все кристально ясно. Мне нужна твоя рекомендация, чтобы стать воином. Работники вроде тебя должны оставаться в мастерской, а не лезть на поле боя. Кроме того, я никогда не соглашусь на такое, пока у меня в распоряжении нет ученика. Можно еще раз поговорить о работе подмастерья? Твоя настойчивость просто невыносима. Позволь, я тебе поясню. Во-первых, новый подмастерье уже едет ко мне. Во-вторых, он, ну, опаздывает. И в-третьих, ты, возможно, мог бы мне помочь немного изменить эту ситуацию. Отдай мне место подмастерье, и твоя проблема исчезнет. У тебя есть рекомендации? Алхимику необходимы твердая рука и здравый ум. Мне не нужно, чтобы такой бандит, как ты. Но если у тебя есть искреннее намерение мне помочь, я приветствую тебя с распростертыми объятиями. Можно поконкретнее? Творец всемогущий! Что? Опять? Мне нужен мой прежний ученик. Верни его. Ты будешь меня учить? Разумеется, нет. Мое время бесценно. Не заставляй меня вновь повторять тебе это. Мог бы просто сказать нет. Нет смысла разбазаривать мои знания на такого лентяя, как ты. Почему все думают, что мои гениальные научные открытия обязаны стать достоянием широкой общественности? Я могу заплатить. Я уже сказал. Как бесценно... Перестань молоть чушь и дай мне назвать цену. Слушай, давай не будем спорить. Если я обучу тебя некоторым основам, ты перестанешь меня донимать? Если за плату, то я могу прикинуть, сколько знаний ты осилишь. Но я тебе ничего не продаю. Для этого можешь искать другого ученого. Я помогу найти тебе твоего ученика. Великолепно! Вот и молочина! Поищи в западном Таваре. Я слышал, что он недавно покинул Голиэт, так что должен быть где-то там. Хотел бы я знать точнее, но я не гадалка. Как выглядит твой подмастерье? Послушай, я даже не знаю, точно ли он, ну, понимаешь, мужчина. Ты знаешь, сколько ему лет? Никогда не спрашивал. Что он носит? Мне-то почем знать. В наши дни люди одеваются, кто во что гораст. Ты что, вообще ничего полезного мне не можешь сказать? Не груби мне. Я сказал, поищи его на западе. А теперь мне нужно вернуться к работе. Хм. Не тебя я ждал увидеть. Многовато искунов-то. Возможно, мы ищем одного и того же человека. И? В общем, я ищу Берсерка. Примерно твоего роста, шустрого. Мне? Ничего. Но это не имеет значения. Я знаю, что его к алхимикам в форт отправили. Особо и ни при чем. Он просто пешка. Короче, я сделаю так, что до форта он не доберется. А потом сам приду туда и займу его место. О, ничего такого страшного. Чтобы научиться всему, что знают алхимики, и рассказать об этом всем остальным. Такие знания не должны оставаться в тайне. Благородная цель, не находишь? И да, рассказал я тебе об этом не без причины. У меня слишком мало времени. Работая вместе, мы сможем помочь всем свободным людям. Только представь, чего можно достичь, воспользовавшись знаниями алхимиков. Работая вместе, мы сможем помочь всем свободным людям. И то, что ты берсерк, не имеет значения. Ты понимаешь, чего мы сможем достичь с такими знаниями? Слушай, как думаешь, что случится после того, как мы искореним лиловую заразу? Берсерки попытаются захватить власть. Война будет долгой, и трупов будет много. Их нужно остановить. Нельзя, чтобы такая мощь была лишь у одной фракции. Это опасно. Слушай, я так устал рыть могилы. Серьезно, очень бы не хотелось рыть еще одну. Я тебе задам! Не тебя я ждал увидеть. Ищешь кого-то? Да. Значит, нас таких двое. Многовато из кунов-то. Возможно, мы ищем одного и того же человека. И? В общем, я ищу Берсерка. Примерно твоего роста. Шустрого. Видал такого? Весьма расплывчатое описание. Зовут его Марвин. Марвин. Хочет пробраться в форт, но я его перехвачу. Ты прям целеустремлен. Не люблю, когда ходят вокруг да около. Что Марвин тебе сделал? Мне? Ничего. Но это не имеет значения. Я знаю, что его к алхимикам в форт отправили. Ага. И моя задача доставить его туда в целости и сохранности. Так значит, ты у них на побегушках. Доверить дело такому идиоту поступок в духе умников из форта. О, да. Следи за языком. Дай-ка я тебе на пальцах растолкую. Эликсиры алхимиков лечат раны, увеличивают силу воинов. Все в этом духе. Это круто. Так круто, что Берсерки становятся сильнее остальных. В общем, Бакстер решил, что так больше не будет. А Марвин-то тут при чем? Особо и ни при чем. Он просто пешка. Короче, я сделаю так, что до форта он не доберется. А потом сам приду туда и займу его место. Тебе меня не купить. На кону стоит слишком многое. Тебе что, жить надоело? А ты подумай, если ты меня не убьешь, это сделают охотники за головами. Ты не понимаешь, да? У меня нет выбора. От охотников за головами ты, может, и уйдешь, а от меня нет. Что ж, думаю, переубедить тебя мне не удастся. Так забавно. Ты ведь думаешь, что поступаешь правильно, но нет. он тебе больше не помешает. То есть, я могу вылезти из этой дыры? Ну да. Надеюсь, ты сделал ему больно. А это важно? Он у меня на глазах убил троих моих провожатых. Да, я хотел бы, чтобы он помучался. Но ты прав, не стоит цепляться за прошлое. Мертвых все равно не вернешь. Мне пора в форт. Хочешь, чтобы я пошел с тобой? Не обязательно. Мне еще травок надо в пути подсобрать. Я не хочу, чтобы ты терял из-за меня время. Приходи меня навестить, когда будешь в форте. Думаю, меня поселит уцелителей. Буду рад тебя видеть. Почему бы и нет? Не волнуйся, увидимся.